Разговор с жителями микрорайона Чкаловский проходил на площадке перед Дворцом культуры. На вопросы отвечали исполняющий полномочия главы городского округа Сергей Горелов, его заместители, профильные специалисты местной администрации. Обсуждение шло прямо по конкретным адресам о том, когда и каким образом будут производиться ремонтные работы. Был назван дом номер один на улице Циолковского, где планируется привести в порядок кровлю. Это произойдет в текущем году, а если помешает погода, то в следующем. В отношении территории вокруг дома номер 26 по улице Институтской жителей заверили, что порядок обсуждения благоустройства будет обязательно вынесен на общественное обсуждение. Из вопросов более общего порядка жители обратили внимание на очень неприятные случаи. Стали исчезать вполне годные для использования части металлических ограждений. И то, что было еще в 50-х годах выстроена оградка, на днях и она исчезла. Максим Александрович, вот у нас довольно часто возникают вопросы, куда деваются ограждения, в том числе во дворах и на проезжих частях. Что можете по этому поводу сказать? В последнее время у нас активизировались металлисты, как говорится, тащат все, что плохо прикручено. Поэтому, видимо, исчезновение у вас ограждения также связано с этими людьми. Заявления у нас в полицию регулярно пишутся. И поскольку это было еще в недавнем, ну это в последнее время так делается, еще пока реакции трафаретинных органов не получили. На встрече также обсуждалось внедрение новой системы сбора и утилизации твердых бытовых откодов. Вообще эта тема весьма болезненная. Ее решение упирается в том числе в количество установленных площадок для сбора мусора. Что касается контейнерных площадок, у нас на территории городского округа на сегодня установлено 176. В планах установка более 30 еще в ближайшее время. Многие из них, практически половина, требуют ремонта. И они будут модернизированы, отремонтированы. Что касается площадки по конкретному адресу, Аркадий Алексеевич или Максим Александрович, что из вас ответит? Первоначально контейнерную площадку планировали установить у торца дома номер 6 по улице Циолковского. Объяснения, которые были даны жителям именно этого адреса, совершенно четкие. В связи с тем, что рядом находится детский сад, мусорной площадки здесь не будет. На данный момент работы приостановлены, и площадки там не планируются. Мы сейчас ищем другое место под размещение контейнерной площадки, которое было бы устроило всех жителей. На встрече спрашивали и о том, как будет решаться проблема транспортной перегруженности Пролетарского проспекта. Открыв движение через Фабричную и через Новый мост, который будет открыт до 30 ноября, еще раз повторюсь, мы сможем практически 25% текущего трафика перенаправить туда и более 2,5 тысяч грузовых автомобилей. Но на этом нельзя будет останавливаться, надо дальше еще будет дорогу запускать. И уже предварительно достигнута договоренность правительства Московской области о том, что на 2020 год они выделят нам 350 миллионов на строительство дороги дальше уже в направлении РТС. На встрече поднимались и острые, остающиеся уже не один год нерешенными проблемные вопросы. Так, например, дольщиков ЖК «Горизонт» проинформировали об идущих в администрации переговорах с инвестором, способным завершить проект. Сообщили и о приятном для чкаловцев известии. Парковая зона в микрорайоне будет построена. Деньги на нее областное правительство выделит в следующем году. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.